Господи, благослови! Мы отправляемся в рулетку. Вы, наверное, мусульманка, да? Нет. Православная. А у вас Евангелие дома есть? У меня есть. Прекрасно. Значит, вы знаете, что скоро будет наступать Великий пост. Вы посты соблюдаете? Ну, если честно, не всегда. Ну, надо соблюдать все и всегда, потому что 69-е апостольское правило отлучает на два года от церкви, кто не соблюдает посты. Мы раз православные, то мы и должны соблюдать. Вот мусульмане, они строго соблюдают там свои рамазаны. У вас какие-то духовные вопросы есть? А вы можете ответить? Я могу вам ответить. Я 56 лет иду этим путем. Я могу сказать наши ресурсы в интернете. Вы можете записать открытым оком во свете Библии, YouTube. Вы зайдите туда, вы найдете там тысячу роликов во свете Библии, открытым оком. Православный библейский сайт еще есть. К этому поставьте сайт, там найдете. Как у нас... Мы деревню строим православную с нуля. Приезжает митрополит, служит алтайский. Мы из Барнаула. У меня брат сви... Вы из Барнаула? Да, конечно. И брат у меня протеерей священник. А вы где? У меня муж просто из Кулундинского района. Сейчас плохо слышно. Муж из Кулундинского района. Кулундинский, доктор, рядом. Почти рядом. Да, мы Мамонтовский район. Мамонтовский район. Мамонтовский район. Ну, если по линии тут ехать, станция Корчино. Корчино, остановка. На железной дороге. А отсюда 15 километров до нашего поселка Потеряевка. У нас все верующие не пить, не курить, не материться, не воровать. Государственная школа. Своими руками, без помощи государства все построили. И храм, и школу. Я начальник детского лагеря был, 45 лет. Без помощи государства ни рубля не дали, тысячи детей подняли. Мы говорим, надо в бедности жить красиво, интересно. И не ругать правителей-то, а молиться за них. Да нет, самим надо жить, и правители. Да, конечно. Да, конечно. Главное, воруют везде все, а Путин виноват. Еще он вас за руку хватать будет. А верующий, он знает, вор царствия Божия не наследует. Пьяницы царствия Божия не наследуют. Правильно все говорите? Да. Да. Ладно. Спасибо вам. Храни вас, Господь. Вы зайдите на наш ресурс, открытым оком, во свете Библии. Запишите, во свете Библии, открытым оком. Вы там все найдете. С Богом. Храни вас, Господь. С Богом. С Богом. Может, по скайпу зайти на нас потом. Игнатий Лапкин. Игнатий Лапкин. А вот Господь послал. И говорит, такой добрый человек должен вам попасть. А вы мусульманин? Да, алхангарм. Я вам вопрос один задам. Скажите, у мусульман самое дорогое что в исламе? Самый дорогой? Да, самое ценное в исламе. И все мусульмане должны это делать. А нарушаете? Не знаете, я вам скажу. Намаз, пятикратный в день молитва. У мусульман это самое ценное. А мы молимся, у нас семикратное посло поклонов. Это самое ценное. Так что вы держитесь за это, молитесь. И тогда на дурное меньше будет сатана работать. У вас в Коране написано Иса. Иса это Иисус, в который мы верим. Там написано Марьям. Марьям это мать Иисуса Мария. У вас Сулейман, а у нас Соломон. Вы говорите Ибрагим, а у нас написано Авраам. Это по-другому только транскрипция. Главное, что мы верим во Христа, который прощает грехи. Он умер за наши грехи. А мусульмане его считают за пророка. Но он и пророк был одновременно. А вы откуда знаете, сколько этого? Я сидел, когда за веру, то сидел с мусульманами вместе. Жанатас в Жамбульской области. В Казахстане. Понятно. Да, и кроме того, мы с детства как-то с ними встречались. У нас очень хорошие отношения. Мы отъездили в поездку миссионерскую. Мы в доме мулы ночевали в Баку. Ходили вместе в мечеть. Я там молился. Тогда дай Бог вам здоровья. И вам также дай Бог уверовать. Если будет желание, наш ресурс называется «В открытым оком во свете Библии». YouTube. Очень большие у нас там тысячи роликов. Вы там себя увидите. Мы все снимаем. И вы увидите, как мы с вами разговаривали. Вы снимаете, да? Да, конечно. А ты какой? «Открытым оком во свете Библии» называется. Зарядите. «Восвете Библии»? Да. «Открытым оком, открытым глазом». «Открытым оком во свете Библии». Игнатий Лапкин. Это я. О, блин, сейчас надо писать. Сейчас, секундочку. Сейчас он запишет. «Открытым оком во свете Библии». Игнатий. «Открыто что?» «Открытым оком. Око, глаз, око. «Открытым оком». Сейчас, сейчас. Так. «Открыто оком?» «Да. Во свете Библии». Вы сразу увидите храм. Нашли? Ага, все, все. Все. А когда у вас будет желание, вы тогда по скайпу можете выйти на нас, по скайпу. Игнатий Лапкин, фамилия моя. Ага, понятно. Так. Пусть Господь вам откроется во всей полноте своей. Да благословит вас Господь. Ага. Все, отошли мы. Мы говорим о Боге, о Христе, чтобы люди уверовали, чтобы после смерти в ад не попали. Куда попали? В ад, в огонь. Диена. Чтобы не попали туда. Ну да, спасибо. Молодцы. Да. Христос умер за нас и прощает, когда мы веруем в Него. Благодатью Своей. Он имеет право, это как Сын Божий. А зачем вы на камеру-то снимаете? А затем, чтобы вам показать. Вы зайдите на наши ресурсы через 10 дней, и вы себя увидите там. И вам будет интересно, это и полезно. Запишите наш ресурс. Чего вы испугались, грешники? Мы пришли рассказать вам о Христе, чтобы вы в ад не попали, уверовали в Бога. Радость людям, что Христос умер за наши грехи и прощает их, чтобы мы жили для Бога, чтобы после смерти в ад не попали, а были в раю с Богом. Я понял, понял. Вы Евангелие имеете в доме? Евангелие у вас есть? На самом деле, дядька, нету. Ну надо, надо. Знаю, что надо. Обязательно надо. Крест ношу, крест ношу, вот веришь, нет. Показать? Ну я, знаешь, раз... Я не проверяю, вы сами знаете. Милостью Божьей... Миша, дядька, подожди, дядька, подожди, можно перебью? Можно перебью тебя? Да зачем перебивать? Уже всех перебили. А вы откуда? А вы откуда? Откуда? Мы от Бога, а живем в городе Барнаул, Алтайского края. А, с Барнаула? Я понял, понял. Вы в городе в самом живете? Или... Зимой в городе, а летом в деревне. Мы с нуля строим православную деревню. Православную, где все верующие. Ни пить, ни курить, ни материться, ни воровать нельзя. Понял, понял. Ну при вас курить не буду тогда, ладно? Вот. А скажите, что-нибудь еще хорошее расскажите лучше мне? Самая радостная, благая вещь, что Христос умер за нас и зовет к себе, чтобы мы уверовали и жили по его святым заповедям. Это самое великое. А все остальное проистекает отсюда. Считаем Евангелие, мы молимся, соблюдать даже посты, чтобы благодать Духа Святого вела человека, как Серафим Саровский говорил. Я понял, понял. У вас, если есть возможность, зайдите на наш ресурс, там много роликов, называется в Ютубе «Открытым оком во свете Библии». И вы там увидите себя дней через десять. Мы все снимаем, и вы себя там увидите. Все понял. Запишите, запишите. Ну, в принципе, смотрите, если набрать просто «Открытым оком» все равно же выйдет. Нет, и «Во свете Библии» четыре слова. «Во свете…» Ну, оно же все равно выйдет. Конечно, в Ютубе, в Ютубе. «Открытым оком во свете Библии». Ну, и запомните, Игнатий Лапкин. Фамилия моя – Игнатий Лапкин. И тогда этими словами скажите «сайт», откроется сайт. Эти же слова «форум», откроется форум. Там материала на тысячу лет хватит. Я понял, понял. Дядька, как фамилию я услышал? А как вас зовут? Лапкин Игнатий. Игнатий. А, Игнатий зовут, а фамилия Лапкин? Лапкин, ну, маленькая лапа, Лапкин. А, Лапкин, Лапкин. А, да, Лапкин. К. Лапкин. Я понял, понял. Вот. Вы зарядите, вам пока сразу явится. Дядька, вот смотри, вот как мнение обывателя, можно отвечу, да? Давайте. Вот, прям вас увидел, как бы, вот вы мне, вы мне что-то вроде как причесали, но такое позитивное, позитивное от вас все равно что-то пошло такое, знаете, ну, ну, реально, вот, как бы, вижу, что с нормальным человеком общаюсь, потому что я здесь с братьями украинцами в основном разговариваю, и знаете, столько негатива от них, и вот с вами поговорил буквально две минутки, и как-то это, полегчало, короче. Видите, мы знаем обедах в Украине, и когда тут беженцы, мы стараемся продукты собирать, чтобы помочь им, а отдельно в Донбассе же целую машину туда гнали. Надо добро делать, а не подыскиваться друг по другу, это ничего не даст. все понял, понял, я вас услышал. Я вас понял, услышал, дядь, хороший вы человек, вот, не, вот, реально, вот, мое мнение, вот, буквально за две минуты разговора, как бы, если у вас будет желание побеседовать, когда вы в Ютуб зайдете, посчитаете, понравится, скайп, и по скайпу зарядите Игнатию Лапкину, и вы на меня выйдете, только чтобы ваше лицо было, чтобы не было там какие-то аватары, нихи, там, это обман все, и мы можем побеседовать, какие вопросы, запишите, я вам все отвечу, я 56 лет этим занимаюсь. Понятно, понятно, а смотрите, вот, я вам все равно сейчас каверзный вопрос задам, а вы, вот, что за церковь-то у вас? Православная, открытая, которая церковь, везде храмы стоят. Ну, православная, в смысле православная? Ну, да, православная, везде купола, в любой город зайди, везде храмы открыты, православные. Ну, она как бы, ну, ну, ладно, бог с ним, бог с ним, даже не буду вас питать. Пока вы других-то не увидите в городе, то везде видят только высокие купола, они в Кремле есть, рядом стоят, храм Христа Спасителя в Москве. Ясно, ясно, Богу слава. Услышал, услышал вас. Давайте, ищите, Господь, говорит, и найдете, стучите, и отворят вам. А Господь стучит в ваше сердце сегодня, чтобы впусти Господа, и Он с тобой сотворит вечер любви. Я понял, понял. Нет, ну, кстати, вот, вы вот, вот, реально, ну, как бы, ну, мое, говорю, сугубое мнение, вот, субъективное. Вот с вами поговорил, что-то проняло, проняло, есть такое у вас что-то. Хорошо. Хорошо рассказывать. Это не я, это Дух Святой делает. Мы молились, сейчас заходили, говорим, Господи, пошли нам добрых людей, и Господь посылает их нам навстречу. Не, ну, видите же, у меня же глаза добрые. Ну, да. А вы голубей не держите? К сожалению, нет, как бы, не до голубей нынче. Дело в том, что, есть такое выражение, у злого человека голуби не водятся. А у меня две, у меня две голубятни, и в доме, вон, сидят голуби еще. Я понял, понял. Я с детства люблю эту... А что вы с ними делаете, ну, так, чисто, как бы... Они воркуют. По привычке. Ну, да, гонишь их, они там кувыркаются, такой, карусель такая. Я понял. Если курица, хвощи, тебе надоест через час. Гуси гогощат, а когда голубь, вот он рядом у меня здесь, специально в избе даже несколько, никогда не надоест. Это как песня какая. Голубиная песня. Ну, я понял. Это как, помните, вы же, вы же наверняка помните фильмы «Любовь и голуби». Да, 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 да. Где там, где там, ну, эта движуха немного, как бы, покажала. Понятно, он там познакомится один с жилой, она, все-таки, ее научили, как, чтобы замуж ее взяли. Я понял, понял. С Богом. Ясно. Храни вас Господь. Всего вам доброго, тоже. Западной Сибири, я на севере немного. Западной Сибири, привет вам. Вот. Дай Бог здоровья. Ну, в принципе, тоже могу перекреститься. Вы нас ищите. Вас как звать-то? Денис меня зовут. Дениса, да помилует вас Господь и призовет к себе. Во славу Божию. Спасибо. Будьте светом для людей, светом будьте. Я понял, понял. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала. Если вам понравилось наше видео, одобряйте, ставьте лайк, а также поделитесь с друзьями о просмотренном в соцсетях Вконтакте, Вфейсбуке, Твиттере, Одноклассниках. Добавляйте в плейлист. Подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик, это даст вам возможность узнавать о новых видео, которые обязательно будут выходить на нашем канале. А также смотрите другие наши видеоролики в нашем богатом видеоархиве. Помоги вам, Христос! злогам. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok